Давайте еще немного поговорим про матрицу, в которой мы живем, и на этот раз про матрицу историческую. Один из главных аргументов, когда речь заходит о форме Земли, это то, что древние греки еще больше двух тысяч лет назад все рассчитали и доказали. То есть древние греки это такой авторитет, что если по их мнению Земля имеет форму шара, то на этом дискуссию можно заканчивать. А вы знали, что первое упоминание в литературе о древних греках появилось только в XIX веке, то есть до XIX века об этих замечательных людях как бы вообще ничего не было известно. Ну ладно, допустим время тогда было тяжелое, постоянные войны, эпидемии и борьба за выживание, то есть народу было не до формы Земли, а после того, как стало поспокойнее, все сразу кинулись изучать их труды. А вы не задумывались, как могли до нас дойти труды древних греков, которые жили больше двух тысяч лет назад? Например, в музеях картины, иконы, книги, которым больше двухсот лет, хранятся в специальном микроклимате и при этом их постоянно реставрируют. А на каком же носителе в таком случае сохраняли информацию древние греки, раз за две тысячи лет с ним ничего не случилось, и как она вообще не потерялась за это время? Как-то в новостях видел, что в Израиле на Мертвом море нашли золотой свиток с какими-то письменами, так они этот свиток даже развернуть не могли. А ведь это золото, благородный металл, который не окисляется и в принципе вообще не должен портиться от времени. Так на каком же материале древние греки делали свои записи? Кстати, вспомнил еще одну новость. По-моему, в Новгороде при раскопках нашли кусочек бересты с надписями, которому, как сказали, то ли 500, то ли 800 лет. Кусок бересты пролежал в земле 800 лет и за это время не сгнил? Вы серьезно в это верите? Вот так нам и пишут историю, а потом те, кто во весь этот бред верят, начинают мне рассказывать про каких-то древних греков, которых, судя по всему, вообще не существовало и которых выдумали только в 19 веке. Продолжение следует...